Производство газобетона. Как это делается? Это конвейерная технология компании Интехгрупп и мы видим линию нашей компании Интех 100 профи. Здесь смесительный узел сердца линии, очень важный элемент, от него зависит качество исходной смеси, состоит из смесителя и блока дозаторов. Цементовозом доставляем цемент и разгружаем его с помощью пневмотранспорта. Цемент поступает в бункер цемента, вот он, и далее по шнековому конвейеру отправляется в блок дозаторов, их мы видели в начале ролика. И параллельно из песочного бункера поступает песок. Здесь используется ленточный транспортер и вибросита. Песок из бункера попадает на первый ленточный транспортер, проходит через вибросита и поступает на второй транспортер уже очищенный от крупных примесей. Камешки, коряжки, они нам в газобетонном блоке ни к чему. Важный элемент, мозг линии Интех 100 профи, блок управления системой дозирования и загрузки компонентов. Нажал кнопку, началась подача цемента в бункер. Человеку мы не доверяем, все сделает электроника. Как только необходимое количество цемента окажется в бункере, она отключит подачу. Пока набор продолжается, посмотрите на узел дозирования воды с температурным датчиком. А это формы для заливки газобетонной смеси, уже собранные и подготовленные к работе. Расположение может быть различным и для маленьких помещений, и для больших. Это позже увидим на примере еще одной линии. А у нас уже начался процесс подготовки смеси. Порядок такой. Заливаем воду, засыпаем необходимые химические добавки, ручкой открываем заслонку и пошел цемент. Напомню, он уже отмерен, дозирован в нужном количестве. Засыпаем песок и добавляем ускоритель твердения. Теперь основной компонент алюминиевая суспензия или, если простым языком, алюминиевая пудра, перемешанная с водой. Она обеспечит газообразование. Процесс очень быстрый, производительный. Вот уже сливаем готовую смесь в наши формы. Тоже очень быстро, меньше, чем за минуту наполняется форма, потому что большой диаметр сливного отверстия. Интех 100 профи и была спроектирована, чтобы работа шла быстро. Время деньги, время надо экономить. Все, форма заполнена. Технолог теперь контролирует температуру смеси. И мы видим, что смесь уже немного приподнялась. А вот газобетон поднялся на всю высоту, как тесто поднимается. После необходимой выдержки форма с массивом газобетона выезжает из предварительной камеры по рельсам в зону разборки. И мы снимаем борта. Далее пост резки массива. Здесь находится автоматизированный струнный резательный комплекс. И обратите внимание, как происходит процесс резки. Все автоматизировано. Одно нажатие кнопки и начался процесс горизонтальной резки. Можно посмотреть с разных ракурсов. Теперь перемещаем форму и точно так же начинаем процесс вертикальной резки. очень плавно, с нужной скоростью. Как говорится, все равно, что масло резать горячим ножом. И рез очень аккуратный, ровный, приятно смотреть. И обратите внимание на один момент. Сверху такая шапка, как горбушка на хлебе, выглядит не очень красиво, но на качестве блока это не скажется. Ей путь в переработку. Выход струны из массива очень плавный. Вот что значит правильная настройка скорости реза. И вот уже результат реза. Массив газобетона. Вот вся наша линия. Помните, я обещал показать ее в различных компоновках. Можно расположение сделать компактным, но здесь крупный заказчик, большое предприятие, не страдающее дефицитом площадей. Он выбрал вот такое расположение. И здесь использована более мощная система подачи песка. Что же, площади позволяют. Бункер песка размещен в здании, как и бункер цемента. Бункер песка размещен в здании, как и бункер цемента. Какие еще есть отличия? Здесь более автоматизированный смесительный узел. На дозаторах применены пневмозатворы и механическая задвижка на смесителе. Также упрощена подача воды. В общем, линия InTech 100 Profi, как говорится, на любой вкус и кошелек. И для маленьких производств, и для крупных предприятий. А еще здесь поинтереснее система дозирования и загрузки компонентов. Можно использовать три основных компонента. Это смеситель для суспензии. Помните, мы смешиваем алюминиевую пудру с водой. Основной смеситель, самоходный, перемещается по своим рельсам. То есть можно быстрее наполнить больше форм. Это передаточная платформа, чтобы перемещать формы из ряда в ряд. И рельсы, по которым она перемещается. А здесь поддоны форм, готовые к сборке. И это уже собранные формы, готовые к заливке. Как происходит заливка, мы уже видели. Теперь давайте посмотрим процесс разбора формы. Он очень простой. Буквально откинули барашки и сняли борта. Технолог проверяет пластическую прочность специальным прибором. Это делается, чтобы точно определить время, когда форму нужно разбирать. И вот посмотрите, какой красивый и ровный массив мы здесь получили. На этой линии у нас несколько другая модификация резательного комплекса. Давайте посмотрим. Горизонтальная резка проходит в полностью автоматизированном режиме. Снимаем знакомую нам шапку-горбушку. Тоже автоматически. И уже знакомая нам вертикальная резка. Только здесь мы режем массив на узкие блоки по 10 сантиметров. Они пойдут для межкомнатных перегородок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И, собственно, все. Наш массив готов. Без автоматики такой результат получить невозможно. Давайте посмотрим на мозг резательного комплекса. Профессиональные частотные преобразователи позволяют регулировать скорость резки. А это гидравлический толкатель для перемещения форм. Мощный, надежный. Вот такие у него преимущества. Разрезанный массив перемещаем в камеру подогрева. И вот уже готовая продукция. Запалитированная для отгрузки заказчику на строительную площадку. Это фактически суточная производительность Интех 100 Профи. Хватит, чтобы построить два коттеджа. Отметим еще. Линия Интех 100 Профи имеет сертификаты соответствия. Само ее производство сертифицировано по ИСО 9000. В общем, производство газобетона по конвейерной технологии. Процесс несложный. Если иметь правильное оборудование. И весьма выгодный бизнес. Редактор субтитров А.Семкин